Время новостей на телеканале ЛАБА. В студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Изменения в сфере оплаты коммунальных услуг, страхования жилья и участия в грантовых программах обсудили на семинаре-совещании с представителями ТОС. На территории базы отдыха «Горный воздух» в станице Ахметовской открыли веревочный городок. Лабинский филиал НЭСК переходит на электронные квитанции. О нововведениях в сфере оплаты коммунальных услуг, изменениях в пенсионном законодательстве, страховании жилья и участии в грантовых конкурсах шла речь на семинаре-совещании с представителями органов ТОС. В работе семинара-совещания приняли участие глава города, его заместители, депутаты, представители организации, председатели микрорайонов, квартальных и домовых комитетов. Первый вопрос – об отмене бумажных квитанций за оплату электроэнергии. Практически ничего не меняется. Просто раньше выбрали такую квитанцию и шли с ней в банк. В банк, или на почту, или к нам. И там кассир сюда не смотрела. Она смотрела на лицевой счет или на QR-код и заходила сразу на ваш лицевой счет. Сейчас то же самое. Уже в этом месяце мы квитанции не понесем. Подплатить вот на вот этой квитанции, которую мы последние носили. Мы рекомендуем сохранять информацию, которая поможет оплатить на электронную пункту приема тоже без квитанции. То есть пришли, подали вот это и сразу вам найдут ваши начисления. Если вы не согласны с этой суммой, хотите занести другую, вы любую сумму можете оплатить. До июля 2015 года льготным категориям граждан компенсация за коммунальные услуги выплачивалась в размере 50 процентов, исходя из нормативов потребления. Затем в законодательство были внесены поправки. Об изменении порядка расчета компенсации рассказала Юлия Мавсисян. С 1 июля 2015 года в законы были внесены изменения в этой части. Соответственно, сформулированы они были таким образом. Компенсация в размере 50 процентов, исходя из фактических объемов потребления льготников, но не более нормативных потреблений. В связи с этим с июля 2015 по мая 2019 года велись подготовительные работы по переходу на расчет компенсации по фактическому потреблению коммунальных услуг. Расчет компенсации на коммунальные услуги, так и прежде, производится исходя из нормативов потребления. Почему? Потому что мы обязаны отдать вам компенсацию за текущий месяц. Поэтому расчет как производился, так и производится по нормативам потребления по каждой услуге. Далее, в последующем, через месяц, когда коммунальные службы сообщают нам информацию, передают они ее в электронном виде, о фактических объемах потребления, и фактической оплате, и наличии, либо отсутствия долга по оплате за коммунальные услуги, мы сравниваем предоставленный вам ранее авансом за этот период размер компенсации с вашей фактической оплатой. В тех случаях, когда льготополучатель не использовал по какой-то конкретной коммунальной услуге норматив потребления, соответственно, разница между тем, что мы выплатили, поскольку мы посчитали из этого норматива потребления, и между тем, что по факту человек использовал и оплатил, будет удерживаться из последующих месяцев. Начиная с июля 2019 года, многие уже заметили в своих размерах получаемые компенсации вот эти изменения в меньшую сторону. Юлия Мавсистян проинформировала об увеличении стоимости проездного документа в общественном транспорте. Изменения вступают в силу с 1 ноября 2019 года. Меняется стоимость льготного проездного билета для некоторых категорий граждан, имеющих доход ниже двух прожиточных минимумов. Это в основном наши пенсионеры, малоимущие, которые пользуются льготным правом на проезд. Значит, с 1 ноября 2019 года он составит 340 рублей. Ну, для общей информации, этот размер не менялся с 2014 года. В целях возмещения утраченного жилья гражданам, проживающим и зарегистрированным в опасной зоне, государство предоставляет жилищный сертификат. О страховании жилья, которое попадает в зону риска, при возникновении чрезвычайной ситуации, доложил Александр Шавков. По действующим законодательствам не предусмотрена обязанность возмещения полной рыночной стоимости утраченного имущества. Значит, жилищные сертификаты выдаются из расчета гражданам общей площади по социальной норме в размере 33 квадратных метров для одиноких граждан, 42 квадратных метров на семью из 2 человека и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при составе 3 и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения. 4 августа 2019 года вступил в силу федеральный закон номер 320 о внесении изменения в отдельные законодательные акты, в соответствии с которым в целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым домам, квартирам и иным видом жилых помещений, органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы по возмещению данного ущерба с использованием механизма добровольного страхования. Краснодарский край у нас вошел в число данных пилотных регионов. Значит, здесь будет для того, чтобы возместить причиненный, по причиненному, с выплатив суммы по причиненному ущербу, будут сразу задействованы три источника. Это федеральный, региональный бюджет и средства страховщика. Тем, кто оформит такую страховку, могут получить большее возмещение, так как государственной помощью добавится и страховое возмещение. На заседании также были рассмотрены вопросы об изменениях в пенсионном законодательстве и участии в грантовых конкурсах. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Спортивный досуг в Лобинском районе становится более разнообразным. В станице Ахметовской открылся веревочный городок. Он расположился на территории базы отдыха «Горный воздух». Полоса препятствий длиною 80 метров по силам не каждому. В этом убедилась наш корреспондент Лилица Океан. Для любителей активного образа жизни в Лобинском районе открыли веревочный городок, который будет работать круглый год. Он расположен на территории базы отдыха «Горный воздух» в станице Ахметовской. На торжественное открытие приехал глава района. Поздравляю с первым небольшим праздником новой инфраструктурной победы. И в то же время заверяю, вместе с вами, с руководителем спортивной школы, управлением физической культуры и спорта, мы обязаны здесь и в других территориях сделать такой спортивный азит на благо молодежи, спорта и в целом Лобинского района. С праздником, дорогие наши друзья! О создании веревочного парка рассказал инструктор Геннадий Вялов, который непосредственно принимал в этом участие. Мы здесь работали вдвоем, ну плюс помогали нам работники турбазы. Тросов из расходов на 250 метров, плюс бугелей около полутысячи. Бугели – это такие стремянки с гайками, креплениями. Плюс веревок 300 метров. Ну и деревянные материалы. Два куба доски. Брус твердой породы. Активное участие в подготовке к строительству веревочного городка принимали спортсмены Федерации Тэквондо Лобинского района под предводительством Александры Тищенко. Наша общественная организация, в принципе, приняла участие именно в подготовке веревочного парка. И в течение нескольких лет вообще мы посещали эту турбазу. То есть мы проводили сборы тренировочные, отдых со взрослым населением, с детьми. Было очень приятно. И я хотела бы также пригласить именно другие виды спорта, более заинтересованы сюда, теперь уже интереснее. Наши ребята, молодой состав, тренерские по Тэквондо, уже прошли этот путь и готовят своих учеников. Хотелось бы поблагодарить заведующую турбазы «Горный воздух», за предоставленные мероприятия, то, что участвуем мы в этом. И, конечно, хотелось бы, чтобы это расширялось, чтобы край приезжал, чтобы вот они тоже имели эту возможность, потому что это будет работать всегда. Мы гордимся, мы радуемся, что такое сооружение появилось, поскольку оно требует к себе не только внимания, но и с удовольствием относятся к этому дети. Они с удовольствием преодолевают препятствия, это интересно, это захватывающе, выделяется определенный адреналин, поэтому он связан с определенным риском. Но все страховочные варианты, связанные со страховкой троса, веревок и так далее, все гарантировано в безопасность. Это немаловажно. Надеемся, что это привлечет отдыхающих больше сюда на базу «Горный воздух», на хорошие наши природные пейзажи, на хорошую нашу природу. И надеемся, что только общая физическая подготовка всех участвующих будет еще выше, еще сильнее. Мне хочется поблагодарить руководство нашей администрации, поскольку они уделяют не только строительству этого веревочного парка, а развитию всей спортивной сети, ремонту спортивных сооружений, приобретение спорта, инвентаря. Это немаловажно, поскольку у нас 6 спортивных школ, 20 видов спорта культивируются, каждому уделить внимание надо. У нас хорошие есть начинания в каждой школе. И в данный момент идет сейчас ремонт одной школы, устроительства другой, спортивных воркаутов строится по району даже, если вы заметили. И это сооружение пойдет тоже плюсом в общую копилку. А не исполняли это сооружение непосредственно, конечно, работники Высоцкий Сергея Николаевича, Вялово Геннадий. Ребята очень добросовестные, которые мы отдельной темой хотели бы их поздравить сегодня на открытии. Они участвовали и в строительстве таммании, и в устранении всех стихийных бедствий по всему краю. Их знают, уровень очень солидный. Безотказные, отзывчивые, порядочные во всех отношениях. Для прохождения полосы препятствий возрастных ограничений нет. Главное – хорошая физическая подготовка. Прочности полосы препятствий я убедилась, а вот в своей физической подготовке я сомневаюсь. Поэтому я приеду сюда через месяц и обязательно пройду весь маршрут. А теперь идем обратно. Лобинский филиал НЭСК переходит на электронные квитанции. На бумажном носителе находится отрывная часть, где указан номер лицевого счета, QR-код и штрих-код, с помощью которых и будет производиться оплата электроэнергии. В почтовых ящиках лобинцев теперь будет на одну квитанцию меньше. Лобинский филиал НЭСК поэтапно переходит от разноса бумажных квитанций по адресам абонентов на электронный вариант. С июля текущего года компания НЭСК не предоставляет абонентам бумажные квитанции уже в 12 городах Краснодарского края. Переход на электронные квитанции связан с тем, что многие граждане переходят на современные методы оплаты за коммунальные услуги. В связи с этим в НЭСК внедряются новые интерактивные сервисы, в том числе и переход на электронные квитанции. НЭСК организован личный кабинет на официальном сайте компании. Поэтому замена бумажных квитанций, счетов квитанций на электронные, они практически ничего не меняют. Только единственное, что человеку, людям нужно привыкнуть к этому. НЭСК уделяет особое внимание информированию населения. В бумажных квитанциях размещается вся информация о переходе в электронный формат и отрывная часть, где есть номер лицевого счета, QR-код и штрих-код. В привычных для потребителей пунктах приема платежей достаточно будет назвать свой лицевой счет или сканировать коды, чтобы узнать сумму и здесь же оплатить электроэнергию. Также можно зайти в личный кабинет на сайте компании, получить квитанцию и оплатить услугу без комиссии. ОНЭСК проработала вопрос приема платежей без квитанции со всеми контрагентами, с которыми заключены договора по приему платежей, где расположены наши филиалы банки, в ГУП Почта России, во всех отделениях, в которых при оплате будут распечатываться чек, в которых будут указаны предыдущие, текущие показания с указанием лицевого счета потребителям нужно будет только назвать номер своего лицевого счета. При необходимости получить квитанцию на бумажном носителе, можно обратившись в филиал ОНЭС Клобинский энергосбыт, и также сохранилось оповещение через мобильные телефоны, которые мы брали у потребителей при заключении договоров. В НЭСК позаботились и о пожилых гражданах, которые не владеют современными технологиями и не пользуются никакими интернет-ресурсами. Им проще всего будет, сняв показания счетчика, позвонить оператору НЭСК, который внесет все данные в электронную базу. В привычном пункте приема платежей назвать номер своего лицевого счета и оплатить услугу. Оператор распечатает чек с указанием суммы оплаты, текущими и предыдущими показаниями прибора учета. Для удобства граждан достигнута договоренность с Почтой России об оплате электроэнергии без платежных документов и комиссии во всех отделениях Почты России, а также у почтальона. Большинство из них оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, при помощи которых передать показания и оплачивать за электроэнергию можно, не выходя из дома. Мы заверяем наших абонентов, что ООНЭСК предпринимает все необходимые меры для создания максимально комфортных и своевременных условий предоставления услуг для всех категорий граждан. Значит, пожилые граждане, ну как платили, так и платят. Ну же, приходят в банк, приходят в филиал в наш НЭСК на улицу Пионерская, 71, придут на почту, назовут свой лицевой счет на отрывной квитанции. Все. Также нужно передавать свои показания, как передавали те же самые телефоны, через контакт-центр можно позвонить. У нас организовано, здесь вот в операционном зале сидит специалист специально по оказанию помощи заведения личного кабинета каждому. Люди приходят, по 10 человек в день заводят лицевые счета, поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть трудности с этим, могут обратиться к нам, то есть прийти просто только со своим паролем электронной почты, со своей электронной почты. И тут все помогут, и прямо на месте тут и сделают все. Юлия Сухомлинова, Александр Байванов, телекомпания ЛАБА. Таким был сегодняшний выпуск. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.